всем привет привет всем отличной среды хорошего вам настроения сегодня мы с вами будем делать расклад на одну позицию которая предложила ирина ирина шведова ирина предлагает мне очень много разных интересных раскладов которые я делаю в телеграм-канале у себя здесь на канале кто не подписан на телеграм-канал подписывайтесь если вам интересно дополнительно смотреть расклады моей интерпретации либо получать какую-то дополнительную информацию вообще не только о таро но и и от жизни моих взглядах размышлениях то есть если вам интересно взаимодействовать со мной то мой телеграм-канал думаю вам подойдет вот ссылка на него есть под этим роликом нажав на ссылку мои услуги там будут и мои контакты и ссылка на телеграм-канал также там есть описание мои новые услуги беседы со смыслом кому интересно повзаимодействовать со мной получить живой расклад онлайн либо просто поговорить на интересующие вас темы вот возможно в чем-то разобраться возможно нужно вам мое наставничество либо какие-то мои взгляды на жизнь на вашу ситуацию либо просто хотите чем-то поделиться добро пожаловать приходите мне кажется очень интересный формат взаимодействия со мной кому это необходимо так расклад расклад будет про питание я знаю что очень многих эта тема волнует и куда бы вы ни обратились везде вам будет говорить одну простую вещь и деталь что в принципе так она и есть если мы хотим сбросить вес очень важно создавать дефицит калорий то есть есть намного меньше чем мы сжигаем энергии в течение дня на самом деле этот вопрос он с одной стороны он и простой да потому что у хорошего специалиста да можно все все это узнать и правильное питание это не имеет никакого отношения к диетам вот с другой стороны здесь помимо физиологии да если нет каких-то предпосылок там гормональных либо еще какие-то сложности да там гормоны и возраст это в ту же категорию то в принципе есть еще один фактор это фактор психологический и его тоже нужно учитывать то есть есть такие случаи когда люди правильно питаются и занимаются и двигаются и со здоровьем вроде бы все нормально но вес не уходит и в таком случае вот здесь вот вопросы как раз-таки срабатывают психосоматики и скорее всего вот именно вот в такую тему этот расклад вот но давайте разберемся да у вас может быть и не быть лишнего веса но вот именно проблемы с перееданием сразу такое ощущение потом тяжести вины и психологические какие-то моменты срывы вот но они тоже приносят некий такой дискомфорт попробуем в этой теме разобраться не знаю насколько здесь можно разбираться вот так вы знаете в общем формате ну я думаю что что-то интересное для себя и полезное вы услышите так и и в очередной раз благодарю ирину за идею к раскладу вы тоже можете оставлять свои идеи многие из вас пишут я отмечаю в нашу обязательно свой план у меня есть план на целый месяц на период какие расклады я буду делать какие вопросы и так далее поэтому даже если вы допустим вы напишите сегодня не факт что в ближайшее время я сделаю ну то есть в течение месяца где-то до либо может быть и так что я не буду делать на предложенную вами тему на ютюбе а сделаю например на своем телеграм-канале такое тоже может быть так думаю здесь мы разобрались и давайте приступим у нас больше есть вопросы мы будем с вами рассматривать первый вопрос по какой причине я переедаю по какой причине я переедаю передаю по причине беспокойного ума очень подвижного тревожного и мы посмотрим чуть дальше да какие потребности здесь покрываются но тройка бубнов здесь указывает на то что очень много разных мыслей и вот знаете хочется сказать что вот такая вот активность в голове и некая такая несосредоточенность на каких-то своих задачах распыления может быть очень много разных желаний вот здесь какая-то суета идет именно на уровне мыслей некий такой раздрай и вот прям сразу мне хочется сказать что вот как они и такие метания что ли в голове какие-то хаотичные движения и это очень сильно вызывает какое-то стрессовое такое состояние здесь еще идут энергии того что а вот мне надо все успеть мне надо все сделать то здесь как-то вот скорость какая-то движение активность и скорость и все успеть и знаете здесь еще как у маленького ребенка у которого глаза разбегаются в разные стороны он не знает что выбрать какую игрушку либо что он хочет вот здесь примерно такой мозг он очень и очень беспокойный и пока он будет беспокойный вы не сможете контролировать собой в таком случае ваш ум будет контролировать вами да то есть там и гормоны и так далее это не вызывает вот сильный стресс который в принципе и заедается у меня сразу идет энергия того что вот хочется так знаете расслабиться успокоиться отпустить вот эти вот все мысли вот все что у вас есть главе причем они могут быть как глобальные масштабные действительно то что нужно сделать и может быть вот какая-то суета и вот этот вот мишура суета какая-то шелуха вот вот от этого как будто бы нужно избавляться через спокойствие через расслабление чтобы появилась ясность ума вот момент ясности ума вы сможете понять что вам нужно что вам не нужно то есть даже если появляется аппетит да то вот именно в момент ясности ума вы четко будете понимать какую еду вам нужно съесть и в каком количестве действительно нужно и здесь возможно еще и в момент самого питания вы чем-то увлечены то есть вы не вы во первых вы не идите в тишине да то есть возможно там не знаю перед компьютером перед телевизором либо за беседой то есть вы не сфокусированы на еде и поэтому переедаете потому что не обращаете внимание на тот момент когда происходит вот этот вот грань момента насыщение организма необходимой энергией до необходимой едой да здесь может быть даже вопрос не в качестве еде в количестве потому что вот вы как-то вот в своей голове не отлавливаете этот момент что вот все хватит да я уже наелась потому что а мозг сфокусирован на каких-то мыслях на каких-то рассуждениях может быть еще раз скажу что что-то вы смотрите либо с кем-то беседуете в общем ваш луч внимания не находится на самом питании поэтому первая причина это вот активный подвижный ум с другой стороны эмоции ну в принципе нам всем известно да что мы на эмоциях переедаем здесь очень много тревожности и чувствительности даже если вы например эмпатичные 100 как правило проживаете чужие эмоции как своей если у вас не прокачан этот навык вы не можете понять определиться где ваши эмоции а где нет и и как следствие а вот воспринимаете как в губка перенимаете переживания других людей и воспринимаете их как свои но здесь очень много такой знаете моментов сопереживания с кем-то в чем-то да моментов тревожности в крайних случаях здесь может быть какая-то мнительность то есть эмоции они являются второй причины да после активного ума того почему вы переедаете ну и еще одну давайте причину посмотрим почему вы переедаете мак ну с одной стороны здесь мак тоже указывает на интеллектуальные процессы с другой стороны я бы сказала так это совокупность вот этих всех трех арканов которые говорят о том что когда вы целенаправленно идете на достижение на покрытие каких-то своих желаний до потребностей и если вы этого не получаете здесь вы очень сильно стрессуете то есть вы такой человек знаете целенаправленный здесь возможно есть целеполагание либо планирование и желание управлять процессами и если что здесь выходит из-под контроля то здесь не с одной стороны не совсем классический контролер до вещей я не могу сказать что вот вы прям сто процентов надо чтобы все было под вашим управлением нет вы можете и делегировать но вы так или иначе будете наблюдать за процессом который происходит здесь дело в том что вот именно момент вашего желания когда вы что-то хотите порой вы становитесь одержимым этим желанием и если вы его не получаете то здесь падает ваша самооценка потому что вы слишком требовательны к себе здесь падает ваша самооценка уверенность в себе да как будто бы пропадает и здесь может быть еще знаете такие моменты перепада с либидо тоже связанные да и тогда вот вы начинаете переедать то есть по сути когда вы не получаете не достигаете того что вы хотите при условии того что вы прикладываете какие-то усилия да используете свою силу воли но результат вас не радует то есть какие-то ваши желания не реализовывается вот тогда вы как-то очень сильно стрессуете пока вы не получите вот вы здесь такое ощущение что по натуре воин не взирая на эту кубковость и вам важно доводить дело до конца вы знаете что вы можете вы умны вы прям можете выстраивать стратегию но в очень редких случаях когда что-то идет не так как вы хотели где-то вы просчитались в чем-то это вот вызывает огромный стресс для вас и бьет вот прям по вашей самооценке и здесь может быть знаете еще как и нарушение в питании то есть возможно вы не питаетесь по режиму да потому что хочу у чего-то достичь иначе я много времени этому уделяю и отсюда идет вот какой-то не совсем правильный верный режим то есть можете весь день например голодать а потом за один прием съесть большое количество калорий вот и чувствуете от этого некий такой дискомфорт то есть вот здесь здесь какие-то такие моменты могут проходить да тоже не совсем правильный верный режим в питании и сон здесь не очень хороший возможно вы спите мало да даже если это качественный сон вы как будто бы здесь мало спите мало часов но с другой стороны я не могу сказать что вы здесь вот прям не досыпаете да то есть либо здесь люди которые привыкли спать мало то есть либо это у них образ жизни какой-то такой либо сон прерывистый вот что-то такое идет либо как-то вот досыпаете в течение дня так посмотрели мы причины ясное дело что вас много и причин тоже здесь может быть много но мы смотрим как вариант самые вероятные причины помню что это общий расклад хорошо какие страхи вы заедаете какие страхи вы заедаете здесь такое ощущение что вы переживаете очень сильно по поводу вот как раз то что я говорила по маму когда что-то не реализовывается что-то не случается так как вы хотите вы почему-то берете вот всю ответственность на себя то есть иногда когда что-то не случается может быть как вариант что вам это и не надо а может быть есть что-то другое альтернативное вот здесь такое чувство что какая-то высокая вот прям требовательность к себе и и иногда вы боитесь что вот ваши желания они не реализуются и здесь страх не как это сказать он такой немножко многоуровневый что ли многослойно здесь одно вытекает из другого но главное это то что я я боюсь что я не буду делать то что я хочу вот это вот главный страх да что я не знаю буду ходить на работу которую я не люблю но у меня есть моя любимая работа либо я как-то вот не реализуюсь в том деле что я хочу я иду не по своему пути то есть вот здесь вот все вот эти вот моменты они говорят о том что я как будто бы либо не слышу свою душу либо моя душа мне кричит и говорит что да надо вот это сделать а я по каким-то причинам вынуждены внешним факторами ограничены не могу это совершить и вот вот это вот здесь даже не столько страх но если страх то страх того что я не сделаю то что хочу то что люблю но здесь вот скорее всего вы знаете вот какая-то боль какой-то крик да что вот вы в чем-то хотите здесь реализоваться идет энергия такая знаете никчемности я как будто бы не знаю я не способен я я вынужден здесь какая-то боль травма и человек как будто бы вынужден что ли отказаться то есть здесь страх что я должна буду либо должен буду отказаться от того что вот мне близко да что я хочу вот так как мне нравится вот здесь отказ от от чего-то что я вынужден буду оставить это бросить отказаться не не реализовать это вот здесь вот этот вот страх он прям очень сильный но он имеет отношение к вашим желанием здесь до к вашим каким-то целям а причем здесь отказ не еще расскажу не по как будто бы не по вашей вине то есть допустим вы создали свой бизнес до работаете но он не дает вам на первых порах тех результатов финансовых которые вы хотели бы да а здесь допустим что-то случается в семье и вам говорят иди на наемную работу потому что на себя работать это большие риски а нам нужны деньги у нас нет возможности сейчас рисковать и вот вы вы вынуждены идти на наемную работу то есть отказываясь от своей работы и вот это вот вызывает какую-то боль сопротивление какое-то огорчение вам кажется что все это конец я не реализуюсь и вот здесь какие-то неисполь неисполненные желанием не идут что здесь за желание такие-то идут желание вот удовольствие наслаждение что я не смогу наслаждаться жизнью так как я хочу что я вот видите здесь даже и человек изображен да что он сидит смотрит на предмет своего наслаждения да здесь люди идут на работу и оглядываются на него да то есть как как ты можешь позволить себе жить свое удовольствие да мы вот вынуждены быть вот как это вот серая масса такой интересный момент что вы боитесь что ситуация либо обстановка развернется таким образом что вы откажетесь от того образа жизни либо от каких-то удовольствий которые у вас есть неважно с чем они связаны там с работой с хобби неважно с личной жизнью что вот вы вынуждены будете от этого отказаться вот как будто бы у вас это заберут есть такое ощущение что возможно как вариант могу сказать да опять же таки это общий расклад много в детстве у вас что-то забирали либо любимую игрушку либо не знаю любимое животное и вот такое ощущение здесь что как будто бы есть программа что удовольствие оно ненадолго что вот как-то ну долго это продлиться не может как будто бы это какие-то мгновения и поэтому вы хватаетесь за это да стараетесь это удержать потому что боитесь что это не повторится что вот как будто бы то что для вас дорого то что вы любите то что для вас цена вот вас все время как будто бы этого лишают. Здесь вот эта вот программа проигрывается, и поэтому вы заедаете, потому что еда – это то же самое удовольствие. Вы как будто бы компенсируете вот то удовольствие, которое вас забирают в жизни. Это может быть какие-то предметы, это может быть люди, это может быть какие-то мгновения, неважно, у каждого это свое. Но что здесь заключается в том, что вам как будто бы дали что-то насладиться, а потом забрали. И вот это вот больно, и ощущение того, что вот забрали, причем забрали навсегда, и у вас этого больше никогда не будет. И вот это вот вызывает очень сильный стресс. И это один из страхов, которые вы заедаете. Еще какой страх вы заедаете? Ну, страх перемен, да, страх перемен, неизбежности, страх времени. У каждого здесь по-своему, да, что время идет, либо когда что-то меняется, либо наоборот, что-то не меняется. Любые перемены здесь стрессовые. Почему? Потому что в эти моменты вы не совсем осознаете. Не совсем понимаете, картинка вам не ясна. Плюс ко всему, вот я говорю, здесь есть вот это вот ощущение того, что вот как будто бы все хорошо, да, а потом мне это забирают, и я опять иду в эту депрессию, я иду в это болото эмоциональное. Я иду вот во что-то такое вязкое, темное, мрачное. Я не хочу. Я с трудом оттуда выхожу. Поэтому я не хочу снова туда идти. То есть вот здесь вот что-то вас как будто бы затягивает, засасывает. Вы этого как будто бы засасывает на дно. И эта ассоциация, она у каждого будет связана с чем-то своим. Но энергия здесь такая. То есть я боюсь, что заново все изменится, и изменится не в лучшую сторону, да, и будет какое-то непонимание, отсутствие ясности, вот туманность какая-то. И я боюсь, что меня снова обманут, да, что снова заберут то, что было важно для меня. То есть даже если, я говорю здесь как будто бы как мама как будто бы забирает либо какую-то игрушку, либо какое-то животное, то есть либо какой-то рисунок, вот что-то вы там холете, лелеете, и у вас это забирают. И вам это обратно не дают. И причем здесь как будто бы еще это сопровождается какой-то речью, типа я тебе верну, да, либо, не знаю, вы играете с какой-то игрушкой, и вам говорят, все, мы забираем у тебя игрушку, иди занимайся занятиями. Как сделаешь уроки, я тебе верну это. А потом не возвращает. И вот это вот вызывает боль в том, что вас обманули, да, то есть вот какой-то здесь такой страх. Есть ли еще какой-то страх здесь? Страх дальнейшего движения, да, дальнейшего движения, что вот какого-то роста, что я, возможно, не справлюсь. Либо страх здесь, знаете, чего еще? Ограничение свободы. Вот что будут какие-то рамки, да, то есть какие-то правила, и я не смогу свободно выражаться. Либо то, что здесь есть, оно мешает моему развитию. То есть здесь такие моменты. Хорошо. Смотрим, от кого или чего вы таким образом защищаетесь. То есть перееданием, да. От кого или чего вы защищаетесь перееданием. Ну, здесь от кого? От чувств, да, от чувств. От самих вот этих вот переживаний, волнений. Если мы говорим от чего, то именно от эмоционального какого-то состояния. Причем эти эмоции, это не что-то такое мелкое, да, как раздражительность, может быть, неприязнь. А здесь вот как будто бы, знаете, вот эта вот волна эмоций, она вас накрывает. И вы захлебываетесь вот этими эмоциями. Вы не можете их пропустить через себя. Здесь мне показывают картину человека, который упал в море, а там большие волны. И даже умея плавать, он все равно рискует утонуть, потому что волны большие. Они его накрывают одна за другой, и вот он захлебывается. И здесь страх, страх вот этих вот эмоций, что он не справится, переживаний. Эти эмоции, они долгое время у вас. Они долгое время. Что здесь за эмоции, помимо страхов? От какой эмоции вы здесь закрываетесь? От какой эмоции? От эмоции страха. От эмоции страха. Вы боитесь, вы бежите. Вот этот страх, что он вызывает в вас? Какие, не знаю, ощущения? Такое чувство, что как будто вас лишают какой-то заботы, что ли. Лишают любви, внимания. Здесь очень сильные переживания. Переживания также могут быть связаны с безопасностью. Ну, внешне это, конечно же, за финансы. А вот внутреннее состояние, это состояние какой-то, знаете, безопасности. Может быть, состояние какой-то никчемности, отсутствия заботы, внимания. Причем здесь вот как будто бы акцент, это идет на внутрь себя. Здесь какие-то такие энергии проходят, что это не то, что вот вы ожидаете от людей. Либо, не знаю, от мира. Здесь как будто бы это ваше взаимодействие с самим собой. Вот то, что я говорила, да, моменты свободы, моменты наслаждения. Вот здесь страх того, что вы как будто бы теряете себя. Вы теряете себя. Да, здесь какой-то один такой главный страх, но он по-разному выходит. Допустим, то есть корень, да, причина здесь того, что я боюсь потерять себя. Да, и этот страх, он может быть даже, если, допустим, вот вы практики, да, и там занимаетесь осознанным сновидением, либо выходом в астрал. Вот здесь вот будет очень много таких переживаний стрессовых. Либо если я занимаюсь там, я не знаю, практиками, ритуалами какими-то, да, вот все время будет проходить вот этот страх потерять себя. Другими словами, что когда крыша поедет, вот здесь почему? Почему-то вот этот вот страх, он присутствует. Какой-то такой очень глубинный древний страх. Я потеряю себя, я потеряю свое сознание, то есть я потеряю себя как личность. Знаете, когда мы говорим, допустим, как у взрослых людей есть болезнь, деменция, и по сути они теряют себя, они превращаются, даже это в ребенка нельзя назвать, да, то есть человек теряет свою личность, он совершает какие-то поступки не то чтобы неадекватные, а не знаю, если вы сталкивались с деменцией, то есть люди становятся, их даже людьми невозможно назвать, да, почему? Потому что вот то, что они делают, иногда то, что они говорят, это настолько безрассудно, то есть человек теряет рассудок. Само слово говорит. Вот здесь вот вы, когда я говорю, боитесь потерять себя, вы боитесь потерять рассудок. И вот это вот контроль, о котором я говорю, да, вот это вот беспокойство, то, что я сказала, здесь не контроль за другими людьми, а контроль ситуации, потому что я боюсь потерять рассудок, я боюсь, я не знаю, как по-другому вам объяснить слово, я боюсь потерять себя, что я стану не тем, кем я есть, я стану как будто бы марионетка, что ли. Здесь очень, не знаю, вот кому это откликается, люди поймут, о каком состоянии я здесь говорю, потому что если здесь человек никогда не проживал, этого страха, о котором я описываю, да, будут непонятны мои слова. Я стараюсь подобрать здесь примеры, но вот мне как-то сложновато это показать. Знаете, вот когда у вас смотрятся, например, какие-нибудь фрагменты, да, документальные из психбольницы, этот человек там, я не знаю, начинает кричать, ведет себя неадекватно. Вы понимаете, что человек не в себе, он потерял себя, он потерял то, что мы называем, ну, можно назвать человеком, да, он может там, я не знаю, вести себя как животное, там, не знаю, есть же, как он называется, есть сырое мясо, например, да, ну, то есть такие вот поведения животные, то есть человека, человечности там не осталось ничего. Вот эта вот разумность. Вот когда смотришь на король и думаешь, боже, не дай бог, такое будет со мной, да, вот почему? Потому что, ну, допустим, человек сойдет с ума и может навредить близким людям, которых вы любите, там, я не знаю, сойти с ума и, там, сделать поджог в доме. Ну, вот какие-то такие неадекватные действия, да, но почему-то, почему-то у вас этот страх есть, и он может выражаться во всем, что угодно, то есть я привела некоторые примеры, да, но здесь вот может быть такое, например, люди, да, боятся заниматься, проводить ритуалы, либо там магические какие-то моменты, да, потому что я боюсь потерять себя, сойти с ума, чтобы, допустим, там, я не знаю, какой-то дух подселился потом в меня, и я буду делать действия, ну, стану неуправляемым, то есть я не смогу сам собой управлять, да, и мной будет управлять дух подселения, либо что-то такое. Для кого-то это, для кого-то это может слышаться сейчас какие-то крайности, да, но это действительно так, здесь вот, здесь я говорю какой-то древний, древний животный страх. Интересно, да, то есть потерять себя, стать неспособным, не жизнедеятельный какой-то, да, то есть, ну, когда мы не похожи сами на себя, на людей, да, то есть человечность теряем. Знаете, вот в интернете есть вот эта вот мода, не знаю, показывается в России или нет, такие, ну, в принципе, есть тик-токи и другие площадки, где можно это посмотреть, да, когда неадекватность, новые моды, да, когда люди там где-то на митингах начинают выть, там, гавкать, как собаки, да, вот такое выражение, причем это не выражение протеста, чтобы на вас обратили внимание, а это люди как будто бы осознанно, да, возвращаются, как их называют, квадраторы, как-то так, превращаться в животного, ты понимаешь, что, ну, блин, ну, вообще нету никакой адекватности, то есть, к чему вы идете. Вот здесь что-то такое, да, какой-то такой страх, вот этого вы боитесь, от этого вы защищаете, боитесь потерять себя, самообладание, рассудок, сойти, не знаю, какие еще слова, когда крыша поехала, да, когда кукухой поехала, не знаю, ну, в общем, такие выражения, думаю, вы поняли. Еще от кого или чего вы защищаетесь. Ну вот, император, видите. Здесь могут быть какие-то моменты, связанные с мужчинами, да, то есть, возможно, это касается тема каких-то взаимоотношений, либо с отцом, либо с официальным каким-то партнером, либо с мужчиной, очень значим, важной в вашей жизни, здесь именно мужчина играет какую-то роль, да, то может быть, что вы от него защищаетесь, ну, это ясное дело здесь в отношениях. Опять же-таки, да, боюсь потерять себя, боюсь раствориться в другом человеке и забыть о себе. Это туда же, в эту категорию, во взаимоотношениях, да, когда отношения становятся абьюзивными. Ты понимаешь, что не то, чтобы мне кто-то запрещает, да, здесь право голоса что-то делать, а я настолько вот это вот в кавычках влюблена, да, зависима от другого человека, что я не могу ничего делать в своей жизни, кроме как ставить этого человека на пьедестал, на пьедестал и жить вокруг его, жить его жизнью. Это может быть, ну, может быть, ваш ребенок, да, тоже, ну, вот если он прям очень важный, значимый. Ну, так, в принципе, это вот какой-то партнер, да, и здесь в таком контексте, да, я боюсь раствориться полностью в этом человеке, и что я потом, ну, как будто бы если он уйдет, вот то, что я говорю, да, заберут у меня то, что я люблю, то, что для меня важно, значимо, как я потом буду жить, да, и здесь вот эти вот страдания, мучения. Вот, либо здесь есть какие-то, может быть, моменты абьюзивные, да, тоже, которые здесь заедаются. Если мы говорим от человека, то это вот император, либо если это от чего, то это вот контроль, потерять контроль. Ну, и в малом проценте, да, здесь вопрос взросления, старения, да, быть, также есть страх быть ненужным. Здесь такое тоже я могу заедать, да, что я буду невостребован, что я буду ненужным, и как будто бы человек, который теряет свою власть над кем-то, либо над самим собой, да, я не смогу управлять, я буду неконтролируемой. Если вы от себя, да, то, возможно, в некоторой степени может быть и в противоположном направлении, да, что не то, что я стану марионеткой для кого-то, а я стану, я стану тираном и очень жестким человеком, и меня это напрягает, особенно, когда есть какая-то подавленная агрессия, да, то есть человек не принимает эти энергии. Здесь такой момент тоже может быть, прям такие серьезные ситуации здесь, мне прям интересно будет, что вы напишите. Так, какие потребности я покрываю перееданием? Ну, ясное дело, защита, да, мы уже здесь озвучили, но давайте еще посмотрим, какие потребности я покрываю? Потребности отказа. Отказа от принятия каких-то действий. То есть здесь нужно что-то прояснять, здесь нужно решать, менять. Возможно, вы, ну, здесь вот у нас как раз-таки выходило, видите, колесо фортуны, луна и тушь луков. То есть я боюсь перемен, я боюсь принять решение, я боюсь что-то прояснять, да, то есть вот как-то, ну, здесь страх перемен, какие конкретно перемены вы боитесь? Ну вот, движение, то, что будет вызывать какое-то движение. То есть в прямом смысле, да, здесь может быть, мне нужно переехать, и для этого, на этом мне нужно решиться. Вот, и это будет вызывать огромный страх, переживание и заедание. Какую потребность я покрываю перееданием? Страх взять, принять какое-то решение, решиться на что-то, на какое-то движение, может быть, там, как я уже сказала, да, на переезд, на достижение какой-то своей цели. Почему? Потому что здесь неважно, какого действия конкретно, да, касается ситуация, сколько вот тушь луков здесь говорит о том, что если я решусь на что-то, то обратно уже вернуться не смогу. Это вот опять же-таки, да, вот этот вот страх, о котором я говорила. Вот здесь решусь, и обратно никакого возврата не будет. И вот здесь вот говорилось о том, что у меня заберут, да, то есть за меня решают, забирают у меня то, что приносит мне удовольствие, там, игрушки, там, еще что-то, и обратно мне их не дают. То есть здесь тот же самый принцип этого страха, это потребность, то есть это вот отсюда войдет, да, то есть забирают и больше не дают. Поэтому я боюсь на что-то решиться, потому что обратного пути не будет, да, обратно я уже не смогу вернуться. Либо там будут какие-то последствия, которые, ну, уже необратимы. То есть здесь вопрос необратимости возникает. Еще какие потребности я покрываю перееданием, потребность коммуникации, общения, но здесь коммуникация, общение, если вы видите, на этом аркане изображены абсолютно три разных представителя религий. И вопрос здесь заключается в том, что есть необходимость в общении, да, но как будто бы вас не понимают, как будто бы вы разговариваете на разных языках, как будто бы здесь есть какие-то барьеры, которые нужно преодолевать в коммуникации. То ли это уровень развития ваш, который не похож на, не знаю, он либо выше, либо ниже других людей, да, которые находятся в вашем обществе, либо с которыми вы взаимодействуете. Либо, ну, здесь такое ощущение, что люди общаются, знаете, как глухой со слепым, а потребность в общении есть, а вас не понимают. И вот это вот прям тоже очень сильно вас беспокоит. Вот здесь какая-то разница присутствует, это, не знаю, может быть, разница в общении, да, например, если здесь личная жизнь идет, да, то общение с противоположным полом либо с каким-то конкретным человеком, с которым не можете договориться. И это вызывает дискомфорт и стресс, потребность, то есть я хочу договориться, я хочу общаться, я хочу взаимодействовать, но вот мы настолько разные, там, в возрасте, в гендерном принадлежности, какой-то ценности, убеждения. В общем, большая какая-то такая разница, что потребность-то на общение есть, а самого вот этого общения нету, невозможно его реализовать. Почему? Почему? Потому что здесь нужно разрушить именно вот эти вот форматы взаимодействия. Здесь есть очень много рамок, очень много предубежденности. Такое вот ощущение, что вы выбираете, с одной стороны, вас притягивают люди, которые не похожи на вас, да, ваших каких-то взглядов, убеждений, да, морально-нравственных каких-то поведений. То есть вы притягиваетесь, потому что у вас есть вот эта вот потребность взаимодействия с как-то вот расширением, да, вашего сознания, развития, то есть что-то новое привлекать в свою картину мира. Вы это привлекаете, но вы не можете с этим взаимодействовать. Почему? Потому что вы не совсем понимаете, как выстраивать взаимодействие. Да, взаимодействие здесь есть, какие-то ложные установки в вашей голове, которые нужно, вам нужно преодолевать. А у вас здесь страх на какое-то движение, да, то есть на вот эту вот ясность, на прояснение, на преодоление себя. Здесь вот какие-то трудности есть, хотя потенциал у вас, помогу, есть. Здесь нужно расширять ваше сознание, но не получается, потому что для этого надо как-то двигаться, а вы не хотите, да, у вас есть страх перемен. Страх перемен, потому что это все вызывает у вас очень сильные эмоции. И пока вы не будете разрушать в своем сознании вот эти вот какие-то установки, программы, вы не сможете договориться, а потребности есть. Ну-ка давайте копнем еще другое, что здесь нужно разрушить. Да вот видите, восьмерка кристаллов указывает на какие-то ваши желания нереализованные. То есть это какая-то боль из прошлого, но это не в контексте боль предательства, да, то есть это не в контексте личной жизни. Здесь вот как будто бы, знаете, то, к чему вы стремились, да, то, что вы хотели здесь, вы этого не получили. И вот это вот вы выстроили какие-то заборы для себя. То есть вы как-то эту боль не отпустили. То есть что-то хотели, вам этого не дали. И вот здесь такое, знаете, ощущение, как злопамятность, да. Когда человек держит зло, он как будто бы помнит вот эту вот боль. Здесь нет злости, но вот, знаете, как это сказать-то, это чтобы вы понимали, да, когда мы говорим, вот я злопамятный, да, либо это человек злопамятный, он помнит это зло, а вы здесь вместо слова зло замените на то, что у вас здесь не реализовалось. То есть человек помнит о какой-то своей, о каком-то своем желании, о какой-то своей мечте. Возможно, даже что-то такое детское, и это все разрушилось. Вот здесь вот, видите, человек, как-то я говорила, да, крик души, он как будто бы не слышит своих желаний, да, когда я говорил о том, что он идет не по своему пути, он интуитивно это чувствует. Вот когда, знаете, он хотел, допустим, ребенок хотел пойти в одну секцию, а его в другую, и вот у него вот это вот на всю жизнь, вот эта вот боль, вот эта рана осталась, что со мной не так, почему, почему меня не повели, да, почему меня не приняли, например, в эту секцию, я очень хотел пойти этим заниматься. И вот здесь вот какая-то такая установка вот от этой боли, она осталась, и она здесь вот эта вот ведущая. Хорошо, ну давайте теперь перейдем к решениям, что же поможет вам питаться осознанно, да, то есть не переедать. Здесь, в принципе, задача была посмотреть, разобраться в переедании, да, но мы копнули очень глубоко, мне кажется, вот, и поэтому, что поможет питаться осознанно? Ну, для начала я бы сказала, что вот осознать вот эти вот свои установки и туда пойти, копнуть, вспомнить эти моменты, заново их пережить, вот эти вот детские травмы, но уже с позиции взрослого человека, то есть пропустить осознанно под наблюдением вас самих эти эмоции через себя, прожить, растворить их, заново прокрутить в своей голове, вообще меняя на, не просто вот перепросмотр сделать, а меняя на то, что вы хотели бы, чтобы было в этой ситуации, вот прям включая визуализацию, менять ту ситуацию, но сначала надо ее прожить, да, то есть если вы столкнетесь с каким-то страхом, с каким-то обесцениванием, там, то, что я сказала, у вас что-то забирают, вот прям проживите, а потом, когда вы дойдете до края, вот до крайних таких эмоций, там, я не знаю, боли, может быть расплачетесь, может быть будете переживать очень сильно, вот в этот момент, скажите, а как бы я хотел по-другому, чтобы было в этот момент, вот в тот момент я играл, играла в эту драму, да, как маленький ребенок, я играла, эта игра была, я выбирала эту игру, она мне нужна была для чего-то, а сейчас, когда я уже взрослый человек и смотрю на эту ситуацию, как бы я хотела заменить, на что? Возможно, у вас появится то, что мама у вас не забирает эту игрушку, не забирает это животное, а наоборот вас гладит по голове и говорит, ну, мой золотой, хорошо, пускай это останется с собой, если с тобой, если для тебя это важно, и мама вас обнимает, к примеру, да, и вы такой радостный, счастливый, вот он момент, вот этот вот перемены, да, окунитесь в новые вот эти переживания, чувства, состояние, счастье, что меня не забрали, мне дали, либо если взяли, я сделала уроки, а мне потом вернули то, что у меня забирали, это такая радость, либо наоборот сказали, все, на тебе, то, что мы у тебя забирали, иди, играйся, ты свободен, можешь делать все, что хочешь, то есть вспоминайте, здесь ситуации у каждого свои, могут быть. Моя задача подсветить вам вектор этого внимания, и проживите это, и потом поменяйте, ощутите себя в новой роли, перепишите, условно говоря, да, свою вот эту вот ситуацию, если такие ситуации несколько, несколько прям проживайте, уделите этому времени, это вы, это ваша жизнь, это важно, конечно, важно зарабатывать деньги, конечно, важно там, воспитывать детей, и все такое, но это вы, это ваша жизнь, без вашего счастья, без вот этих вот проработки, вот этих всех установок, которые здесь всплыли, Вы не будете любить себя, вы будете все время как-то заедать, переедать, и вы будете ненавидеть себя за то, кем вы становитесь, и вы будете далеки от состояния счастья, к которому вы идете. Поэтому что поможет питаться осознанно? Иерофант, увидеть истину, увидеть истину того, что мы говорили сегодня, истинную причину того, почему вы переедаете. То есть именно психологический этот аспект, который есть. Здесь еще, знаете, картинка такая пришла, да, у вас забирают то, что для вас ценно. Это может быть еда, недостаток еды. То есть начиная от чего-то такого мелкого, да, когда, например, вам давали конфетку, а вас заставляли делиться последней этой конфеткой, да, там, я знаю, с братом, с сестрой, с мамой, с папой поделись. У вас вот эта вот боль остается. То есть от такой мелочи до того, что, я не знаю, ну, как это, не давали, а вам давали еду, а потом ее забирали, понимаете. Вот это вот ощущение, да, бесконечной голода, недоедания, либо страха, что вот еды на всех не хватит, да. Вот здесь вот такие моменты тоже могут быть. В любом случае, с чего начать? С истины, увидеть истину, понять, да, в чем здесь дело. И потом поменять. Изменить свое мировоззрение, изменить свои взгляды, разрушить вот то, что я сказала, какие-то ложные здесь установки, которые у вас появились, исходя из вашего детского восприятия. Здесь они по-своему видят мир. Сейчас, когда вы выросли, вы более взрослые, более внимательные, да, более понимающие. Посмотрите уже на ситуацию не только со своей позиции, когда вы были ребенком, но и с позиции другого человека. Что им движет, его мотивы по отношению к вам, да. Возможно, к примеру, да, мы говорим, вот забирали у вас еду. Возможно, вы были крупным ребенком, да, и вас надо было держать на диете, условно говоря. И вот вы ели, и у вас забирали, говорили, все, хватит, да, достаточно тебе еды. Но в позиции ребенка вы это ощущаете, как меня лишают удовольствия, наслаждения, то, что мне нравится. Но если смотреть с позиции мамы, которая заботится и понимает, что это большое количество еды, для ребенка это вредно, да, то есть она выражает заботу. В таком случае, когда ты уже смотришь с позиции третьего человека, наблюдателя, да, за мамой и ребенком, ты понимаешь, что, блин, да мама вроде бы права, да, она же защищает этого ребенка. Но с позиции ребенка мы так не видим, когда мы находимся в позиции ребенка. Вот именно увидеть эту картинку, переосознать ее, это поможет вам увидеть по-другому. Что еще поможет питаться осознанно? Увидеть то, чего вас лишали, для чего, пятерка пендаклей, да, для чего вас лишали, возможно, хотели укрепить ваш дух, возможно, забирали то, что вам не нужно, чтобы вы не привязывались. Если здесь, например, в контексте взаимоотношений, да, речь идет о том, что я говорила, боюсь потерять себя. Увидеть, какую истину здесь нужно увидеть. Что вас лишали, лишили, возможно, того, что для вас было дорого, что для вас было ценно, чтобы вы не привязывались ни к чему. Чтобы вы были независимы, чтобы вы были свободны, чтобы вы, ну, здесь вот моменты привязки, они не, ну, они в негативном порядке, да, То есть для чего понять, разобраться, для чего вас лишали, для чего вас ограничивают, для чего вы ограничиваете. Возможно, вы должны понять, почему я для себя должна включить в питание. Мы же спрашиваем, что поможет питаться осознанно. Понять, для чего я себя лишаю, либо ограничиваю. То есть не просто мне кто-то сказал, что вот такое количество калорий надо есть, либо мучное не совсем хорошо. Возможно, нужно посмотреть какие-то эксперименты, видеоролики о том, как любые мучные продукты, попав в желудок, как они в момент растворения напоминают клей и как там все склеивается. То есть возможно, вот этот вот визуальный ряд, увидев, что действительно происходит в желудке, то есть вот прям вот заморочиться и посмотреть. такие найти ролики. То есть насколько мука это, как это сказать, может быть заменителем клея. То есть насколько вред приносит не просто от понимания информации, а наглядно ее увидеть. Иногда это вызывает такое отвращение, что ты понимаешь, что либо там фильм про сахар, насколько он вредит, насколько... И опять же таки мы понимаем, что мы не можем демонизировать продукты, если учитывать, что питаться можно золотой середины. То есть сахарозаменитель не является наилучшим вариантом, лучше, чем сахар. Сахар, он остается сахаром. Но если все есть в меру осознавать, понимать эту меру, то проблем здесь никаких не будет. То есть с одной стороны мы рассматриваем психологические моменты, а с другой стороны именно понимание, чего я себе решаю. То есть осознанно ради чего, что я получаю взамен. Ну это вот прям, это уже для людей, которые действительно осознанно. Таких не так много. Почему? Потому что люди не могут, ну в общей своей массе не понимают, для чего себя в чем-то ограничивать. То есть им, среднестатистическому человеку кажется, что еда это единственное удовольствие. И вот почему я должна себя там лишать, не знаю, сладенького какого-нибудь, да, либо там конфеточек, либо еще что-то. Здесь вопрос не в том, чтобы полностью отрезать из своей жизни, а уменьшить количество. То есть если кто-то хочет поесть сладкое, никто же не запрещает. Но одно дело, если ты съешь один кусочек торта, а другое, если ты съешь весь торт. И причем на каждой, на каждодневной основе. Ну есть разница, конечно, съесть один раз в неделю, да, этот кусочек и насладиться. Либо не в неделю, а тогда, когда ты действительно хочешь. То есть если покрыть вот эту вот потребность, да, удовлетворение, наслаждение, ведь никто не запрещал. Здесь говорится про объемы, про образ жизни. Думаю, вы это осознаете. Еще что поможет вам питаться осознанно? Выбор. Выбор. Это ваш выбор. Вот определение. Но это опять же-таки вопрос звучит с акцентом на осознанность, да, то есть что поможет питаться осознанно? Не просто питаться, а именно осознанно. Вот моменты осознания, да, увидеть свое мировоззрение, свои взгляды, на каких вибрациях мы вибрируем, да. Если на вибрациях выживания, то тогда мы едим абсолютно все, что попадается в наше поле, да, без разборчивости. Если мы все же говорим про уровень осознанности, то умение выбирать, умение выбирать правильную, качественную еду. Конечно, сейчас кто-то может говорить о том, что да, это дорого стоит и так далее, и так далее. Да, но когда человек болеет, то медицина, она не дешевле, с одной стороны. С другой стороны, это касается вашей жизни, насколько вы экономите на своей жизни, то есть экономите на своем здоровье, на своей внешности, и при этом люди готовы, вот когда им что-то не нравится в себе, да, что-то изменить, там, подключая пластику и платить туда деньги. То есть здесь вопрос именно выбора, да, я сейчас не буду на это все указывать, у каждого свое мировоззрение, да, мы сказали. Но вот здесь вот если действительно взглянуть на понимание, что же для вас ценного, определиться в своем выборе, да, что для вас жизнь, что для вас тело, насколько вы к нему относитесь, как к храму действительно, в котором живет ваша душа. То есть если все считают, что душа – это что-то такое светлое, это что-то прекрасное, тогда почему она живет, там, я не знаю, в каком-нибудь бункере, либо в каком-нибудь шалаше, либо в каком-нибудь, там, я не знаю, разрушенном доме. Ну, то есть уместно ли душе, свету жить вот в таком сосуде? Если нет, значит, что-то нужно сделать с этим сосудом, как-то его реанимировать, как-то его, не знаю, поддерживать в чистоте, все в порядке, и это выбор, это осознанность. То есть здесь мы включаем разумность, я выбираю, что я хочу, чем я питаю себя. То есть если бы разобраться через психосоматику, либо если не разбираться, то вот осознанно выбирать, что и как. Чем вы себя питаете, вот так. Так, и последний вопрос, с чего начать? Вот самый первый простой шаг на пути здорового питания, который вот всем доступен, вот абсолютно всем, с чего начать, что будет самым первым шагом? Аркан справедливости. Выровнять, выровнять свое, выровнять энергии в понимании, да, что есть что. Именно в оценке, в анализе, то есть все взвесить, во всем разобраться, возможно здесь посмотреть разные точки зрения, разные мнения, разные результаты и в дальнейшем определить для себя, что мое, а что не мое. То есть проще говоря, направить свой луч внимание на эту тему, да, и разобраться раз и навсегда. Не так поверхностно, допустим, да, пошла к одному диетологу, да, и делаю то, что он мне говорит, но не получаю тех результатов, значит все, все диетологи, они там плохие, либо еще что-то. Либо там пошла куда-то на спорт, не мое, все, бросаю, больше не. Здесь в аркану справедливости, то есть прежде чем принять какое-то решение, очень важно поинтересоваться помимо своего собственного мнения, знаете, как в суде, да, рассматриваем одну сторону, другую сторону, там свидетелей расспрашиваем, то есть собираем некий такой анамнез, если так можно сказать, да, ситуации, прежде чем мы сделаем какой-то определенный выбор. И по аркану справедливости выбор мы делаем не только опираясь на логику, а подключая еще и свою интуицию, сердце, то есть здесь должен быть баланс, то есть с одной стороны то, что мне нравится, я это не исключаю, но с другой стороны я не становлюсь животным, я не иду на поводу у своих эмоций, да, то есть я включаю разумность, разум, который управляет эмоциями, управляет не в контексте, держа их в узде, а в контексте взаимодействия, равновесия, баланса, здесь идет равновесие, разумности, эмоционально, разумные эмоции, вот так скажу, да, то есть вот это вот вы можете сделать самым первым шагом, то есть разобраться в этой ситуации, сесть, уделить ей внимание, все проанализировать, просчитать, прислушиваться к своей интуиции, что вам говорит ваш внутренний голос, найти золотую середину, найти ту меру величины, в которой вы можете развиваться уже сейчас, опять же здесь не нужно уходить резко в какие-то крайности, почему, потому что любое резкое принятие решения, оно будет вызывать у вас дискомфорт, вы от этого будете отказываться, это вот, кстати, причина, если вы говорите, все, с понедельника иду в зал, либо с понедельника начинаю правильное питание, все, отрезаю, вам это делать не нужно, вы здесь вот по этим арканам, я бы сказала так, что здесь нужно платно как-то переходить, да, через осознание, сделала маленький шажок, в чем-то разобрался, побудь какое-то время, привыкнись, сделай этот шаг нормой, вот что для вас является нормой, допустим, вот, если вы привыкли там, я не знаю, вставать по выходным в 10 утра, к примеру, для вас это норма, вызывает ли у вас этот какой-то стресс, нет, ну, вы привыкли, либо вы привыкли по утрам идти чистить зубы, вот для вас это норма, если вы не почистите, вам, ну, ощущается такой дискомфорт, да, почему, потому что это уже не норма, вот любой шаг, первый, маленький, либо вообще последующий, вам нужно сделать и довести его до состояния нормы, то есть, если вы решили, что я ограничу себя в сладком, просто ограничу, это не значит, что я отрежу, вы говорите себе, что я в любой момент могу съесть это пирожное, там, мороженое, я не запрещаю себе, я просто сегодня себя ограничиваю, и вот когда вы почувствуете, что для вас уже норма не есть это мороженое каждый день, а есть, не знаю, тогда, когда вы пожелаете, а ваше желание, оно, как правило, ну, не на каждодневной основе, когда вы почувствуете, что это норма, тогда вы это примите, если вы не доведете какие-то результаты свои до состояния нормы, имейте в виду, что как только ваше ограничение закончится, тот дедлайн, который вы себе ставите, у вас будет откат назад, то есть для вас это должна стать нормой, другими словами, мы этому говорим привычка, но когда мы говорим привычка, это уже на автомате слушается, и не обращая внимания, а когда мы говорим, для нас должна стать это норма, вот, причем это во всем, как только для вас это станет нормой, здесь, в принципе, я расклад закончу, и просто хочу привести пример, да, то же самое и в финансах, когда люди хотят увеличить свой финансовый потолок, если вы представляете, допустим, что я хочу, ну, я не знаю, 50 тысяч, допустим, в месяц рублей зарабатывать, вот, а при этом я до этого зарабатывала 10 тысяч в месяц, но я хочу 50, вот вы представьте, если вы будете зарабатывать 50 тысяч, ощущаете ли вы состояние нормы, что это нормально, у вас будет либо радость чрезмерная, о, хорошо, классно, круто, теперь я могу вот это сделать, или еще что-то, либо наоборот, какой-то дискомфорт, переживание, волнение, тревога, что нет, не получится, и то, и другое не является нормой, и это причина, почему вы не будете никогда получать 50 тысяч, потому что вы не можете довести состояние до нормы, оно должно быть, норма, это когда мы принимаем, это состояние принятия, вот для нас это норма, если 10 тысяч вы говорите, ну вы и так их получаете, вы говорите, ну я получаю 10 тысяч, какие у вас ощущения внутри, ну норм, фиолетово, да, другими словами, ну то есть я привыкла, ну ничего такого не меняется, никаких эмоций нет, когда нет никаких эмоций, это норма, а как только вы представляете себе 50 тысяч, это уже не норма, это вызывает эмоции, вот вам нужно довести в своем сознании это состояние до состояния нормы, каким образом, это уже другой вопрос, это там другие техники, но суть здесь вот, я просто хотела сказать про питание, но на деньгах видимо проще это объяснить, понимаете? Вот как-то так, еще раз хочу поблагодарить Ирину за идею к раскладу, на самом деле, такие очень глубокие расклады, там где есть анализ, во-первых, я их обожаю, я люблю разбираться, я люблю копаться, потому что мне важно понимание, вот, с другой стороны, как правило, когда есть какой-то анализ, либо какие-то серьезные темы, да, почему-то, ну не всем они подходят, в контексте того, что, ну мало просмотров, я понимаю, да, что, ну не интересно копаться в себе, вот, хотя меня это иногда удивляет, потому что, ну мой канал как раз таки про копаться, да, если кто-то подписался на мой канал, дает себе отчет, ну мне так кажется, что здесь расклады про покопаться, да, тогда, почему не смотрится, ну сейчас не об этом, в любом случае, мне такие расклады нравятся, я знаю, что многим из вас тоже такие расклады нравятся, конечно, когда это на одну позицию, да, это проще, можно вот много чего выявить, да, в чем-то разобраться, вот, понять, с другой стороны, когда на одну, когда на три варианта, так глубоко не копнешь, потому что количество вопросов ограничено, но с другой стороны, напоминаю вам, что у вас есть моя услуга, беседы со смыслом, где если у вас есть вот такой какой-то запрос, вы действительно хотите глубоко копнуть, вы можете прийти ко мне на беседу со смыслом, и мы с вами, вот прям, как говорится, в прямом эфире, да, будем копать, будем разбираться, вы будете что-то там пояснять, что-то уточнять, это, ну, на мой взгляд, это вот прям такая опция, самая оптимальная, с одной стороны, с другой стороны, не обязательно, чтобы на беседе со смыслом я делала вам расклады, мы можем и так поговорить, и так могу вам подсветить те моменты, на которые вам, возможно, нужно обратить внимание, поэтому эта услуга и называется беседа, да, не расклад со смыслом, а именно беседа, то есть если вам нужно какое-то наставничество, либо вы хотите разобраться в каких-то своих убеждениях, то есть мы можем и не использовать Таро, можем использовать, для меня это не принципиально, лично для меня, потому что информация и та, и другая транслируется через меня, то есть многие моменты, я же смотрю не только в поле на картах, то есть мне идет информация в потоке, так или иначе, даже и без карт, поэтому не нужно считать, что вот, например, в таких услугах, как беседа со смыслом, то нужно привязываться именно к инструменту, то есть я могу давать информацию без инструментов. На этом все, хочу пожелать вам всего самого наилучшего, берегите себя, обращайте внимание на то, чем вы питаетесь, какие эмоции вы пропускаете через себя на астральном уровне, то есть чем вы питаете, какими эмоциями на ментальном уровне, какие мысли у вас проходят, и конечно на физическом уровне, это вот непосредственно еда, насколько вам еда дает эту энергию, либо наоборот забирает. Человек комплексный механизм, машина такая, поэтому подходить к ней нужно комплексно. Держите себя в гигиене, гигиену не только тела, но и эмоций, и своих мыслей, и вы будете счастливыми, и тем самым вместе со мной встаем на путь света, на путь познания себя. Прощаюсь с вами всем, пока-пока.